Ну что будем делать? Что делать, что делать? Убрать надо эту падаль. Типичный фильм начала 90-х и нетипичный Спартак Мишулин. Он впервые снялся в эротической сцене. Кто же тебе приглашение прислал? Хватит, сейчас Вадим придёт. В жизни, в отличие от других коллег по цеху, актёр имел репутацию примерного семьянина. И очень любил жену Валентину и дочку Карину. Вообще, любовь, любовь просто, свет в окошке. Но спустя 12 лет после смерти Мишулина объявился молодой человек, который заявил, что является внебрачным сыном актёра. Мама сказала, что так они нас достали, что уже образно мы готовы там чуть ли не эксгумацию сделать. Конец 90-х. Спартак Мишулин жалуется, что в родном и любимом театре сатиры у него, к сожалению, очень мало работы. Давно уже ничего нового не играю, доиграю старые спектакли. То ли меня списали, то ли меня не хотят, то ли ждут, когда я повзрослею, чтобы дать какую-то роль. Он по-прежнему выходил на сцену в образе Карлсона, но прожить на эти деньги было невозможно. И актёр бороздил просторы России с концертами и участвовал в антрепризах. Я когда услышала, что в Хабаровске произошла какая-то некрасивая драма, когда светлого, святого человека начинают публично оскорблять, унижать, и как заказ против него искусственно субриковывать, у меня было такое чувство, что это хорошо не кончится. Хабаровск, февраль 2005 года. Спартак Мишулин и эстрадный певец Влад Сташевский приехали в Хабаровск со спектаклем театра «Русская школа». И местный организатор гастролей не предоставил им нормального жилья, не заплатил за выступления и обратные билеты. И Мишулин воскликнул – поехали разбираться к мэру. Они его не связывали, не привязывали, у них не было оружия. Ну, просто я считаю, это очень правильно, потому что вы виноваты, вы с нами езжаете. Но они поехали. Подъехав к мэрии, директор театра «Русская школа» Сташевский и Мишулин пошли внутрь здания, а горе-продюсера оставили дожидаться их в машине. Мэр все решил, нашел деньги для артистов, но организатор гастролей решил обратиться в полицию. Обвинить папу в том, что он там держал в заложниках, пытал, угрожал, но это было низко, очень некрасиво. Это была информационная бомба. Любимый Карлсон оказывается совсем недобрый и способен на страшные поступки. Вокруг Мишулина завертелся скандал, который сократил дни его жизни. Журналисты называли его вымогателем, писали, что актера посадят на скамью подсудимых. Конечно, разобрались и извинились, но удар был страшным. Результат всегда бывает один. Сердце не выдерживает. Нервная система не выдерживает. Москва, 21 июля 2005 года. С утра к театру сатиры стали подъезжать машины с огромными венками. У всегда спокойного Александра Ширвинта срывался голос. Я не знаю, что будет в действительно сложнейшем положении. Выходят такие столбы, и так неожиданно, неподготовленно. Ольга Аросева напомнила в тот день журналистам, это она привезла талантливого артиста в столицу. Я его привезла на грузовике, у нас не было денег на такси с чемоданом, в тапочках. Познакомься с Энтимом Николаевичем Плучиком. В фильме «Очарованный странник» Мишулин очень органично смотрелся в роли цыгана-конокрада. А кто коней продал? Я тебе еще много дал. В биографии Мишулина очень много темных пятен, и он обожал травить разные байки и распространять о себе легенды. Одна из них гласила, что в детстве его украли цыгане, и он вырос в таборе. Я думаю, что это все-таки кое-что из доли мифа. Но он очень любил цыганскую культуру, очень любил петь, очень. И потом вот эти черные глаза, его всегда признавали своим. Люди Востока, ну это после Саида они считали, что ну это наш, это наш. Мишулин водил всех за нос и никогда не называл свою настоящую дату рождения. Отмечал ее то в январе, то в апреле, то в июне. Мы же никогда не знали его год рождения. Он всегда без паспорта был, потому что у него была такая боязнь, что кто-то узнал. И ходила еще одна легенда, что так Мишулин продлевал дни своей жизни. Привиделось видение женщины в черном, которая сказала, что если больше, по-моему, 10 человек узнает твой настоящий день рождения, то ты умрешь. На самом деле Мишулин родился в Москве. Его мать, Анна Мишулина, занимала высокую должность замнаркома золотопромышленности СССР. А кто был отцом Спартака, она скрывала. Отчество он получил от дедушки. И Анна сдала новорожденного сына в детдом недалеко от Лубянки, заявив удивленным родственникам, «Я много работала на государство, теперь пусть оно поработает на меня». Отказаться от собственного сына, мне это непонятно. Я даже не могу понять причину, почему такая холодность. Есть версия, что... Ну, такая она, причем, серьезная версия, что бабушку взяли силой, и именно поэтому она так относилась к папе. То есть, что она поэтому его отдала в дом ребенка, потому что не могла, как бы он ей напоминал об этом инциденте. А это был якобы ее начальник, который был донской казак. Но из детдома Спартака забрал его дядя. Профессор, известный историк, который специализировался на восстании Спартака. Он и предложил в свое время дать мальчику это оригинальное имя. И Спартак рос в семье, где его очень любили. Дядя и тетя заменили ему маму и папу. Брат ее был делегитнейший, ученый, делегитнейший человек, уже не был образованнейший. В 37-м мать Мишулина была репрессирована и выслана в Ташкент. И хорошо, что ее не отправили в тюрьму. Ее во всех страшных грехах обвиняли, в том числе и в аморальщине. Говорили о том, что она сожительствует со своим личным водителем, а ребенка воспитывает родной дядя. В Ташкенте Анна Мишулина вышла замуж, родила двоих детей. И чтобы прекратить все обвинения и сплетни, выписала к себе, наконец, Спартака. Но он не нравился ее супругу. Были частые конфликты. А она за сына не вступалась. Когда она его там не называла Спартакок или сыночек, то есть всегда Спартак, очень сухо, очень так по-деловому, без каких-то там объятий, поцелуев и так далее. Она не додала ему, безусловно, какого-то тепла материнского, нежности какой-то. Это понятно, что ему этого не хватало очень сильно. Мишулин всю жизнь добивался любви своей мамы. Но ничего не вышло. Она выходила на связь с ним раз в несколько лет. Долгое время он не мог ее найти. И вот он отправлял ей фотографию, и сзади было написано «Моей дорогой, любимой мамочке». Вся страна влюбилась в Мишулина в 1966 году, когда он предстал на телеэкранах в образе бесподобного пана-директора. Сегодня наш стресс наконец-то освоил выпуск новой продукции. Эти музыкальные тазы. Он был удивительный, он ни на что не похожий. И все они там были такие иностранные. И все такие красивые. Мастерство Спартака Мишулина оценили даже поляки и дали ему звание заслуженного деятеля культуры Польской Народной Республики. И вдруг входит она. Кто? Кто? Анжела Мария Махмуд Ибрагим Люля Кебаб, Гюль Нара, моя любимая. Тогда телевизионных рейтингов не мерили. Но очевидно, что у кабачка они были просто фантастические. Количество преступлений сокращалось в стране. Количество потребления воды и электроэнергии уменьшалось. Популярность пана директора была настолько велика, что этот образ был известен даже за пределами Советского Союза. И Мишулин попал однажды в нелепую ситуацию, которая стала для него огромным стрессом. За границей, когда еще тогда за нами следили, не разрешали ходить, то есть органы КГБ присутствовали, ездили с нами, переодетые в штатское. Я шел по улице, и какой-то негр закричал, пан директор за мной, а я от него бежать начал. Оказывается, он учился просто в Москве, и меня просто знал. Поэтому, ну, это смешно было, конечно. Я-то удирал, думаю, сейчас КГБ скажет, связь с неграми и так далее. Москва, 21 июля 2005 года. Людей на прощании со Спартаком Мишулиным в театре «Сатиры» было очень много. Его любили. Он был почти родным. Ну, потому что он сам был как ребенок, он был очень искренним и актером, и человеком. Гроб по традиции поставили на сцене. Рядом венки от семьи, друзей, коллег из Ленкома, МХАТа и Современника. Родным актера передали телеграммы с соболезнованиями от президента России и министра культуры. И рядом с артистом звучали слова настоящей любви и восхищения. В театре мертвые грубуждаются. В жизни все происходит как-то иначе. Как ты, Славя Грусевич, прощайся. Рядом с гробом сидели жена Мишулина Валентина Константиновна и его дочь Карина. Обе плохо понимали, что происходит. Их горе было запредельным. Когда я зашла в зал и увидела гроб на сцене, у меня прям просто вот подкосились ноги. Я единственная, просто помню, что я все время говорила, почему он холодный, почему он холодный. Карина считала папу лучшим человеком на свете. Самым талантливым, самым честным и добрым. Ну, даже вот я когда был 6 лет, она прибежала, говорит, папа, мне хотелось крикнуть на весь зал, что ты мой папа. Такое, это самое, такое трогательное было. Когда в 2017 году объявился парень, который заявил, что он тоже сын Спартака Мишулина, тайно рожденный вне брака, у Карины был просто шок. И она объявила ему войну. Да, я превратилась в тигрицу. Да, у меня есть характер, а что в этом плохого? Что, должна потекать сидеть? Хотите образно оскорбить меня как артистку? Ради бога, я не обижусь. Я понимаю, субъективная профессия, могу нравиться, не нравиться. Но вот папу с мамой трогать нет, я не хочу, чтобы вы их трогали. Тимур утверждал, пока в официальной семье Мишулина росла Карина, Спартак крутил роман с его матерью Татьяной. И он родился в 1983 году. Никаких к нему вопросов у меня лично никогда не возникло, никогда вообще за всю свою жизнь. Версия выглядела так. В 1970 году Спартак Мишулин снимался в фильме «Достояние республики». Сергей Александрович указывает на вас, как на человека, который может переправить через границу кое-что из его имущества. И после съемок как-то заехал в школу, где встретил очень милую девушку, которой было 16, дал ей свой телефон, и эта мимолетная встреча переросла в роман. Карина считает, что сходство Еремеева с ее отцом – результат пластических операций, которые сделал самозванец. А их общую, одну-единственную фотографию эксперты называют фальшивкой. Взяли Тимура Еремеева и взяли фон на других фотографиях. И просто их взяли и наложили. Если это осматривать, руки у него больше, чем весь рост Спартака был. То есть вот произошло такое наложение, если смотреть в пропорции. И начались бесконечные телевизионные битвы. Карина и ее мать пытались доказать всей стране, что Тимур Еремеев – мошенник. А он говорил, что не претендует на наследство Мишулина и его фамилию, а лишь хочет называть себя его сыном. Нет-нет-нет, нет, никогда, абсолютно. Преемственность, она в другом. Она не в пупо, в паспорте вообще ни разу. Но Карина считала, что должна защитить своего отца. Его честное имя. И на войну за это ушло 4 года. Вы и жёнец, да, извините. Те, кто верующие, это прелюбодеяние, это смертный грех. Мы его отца обвинили на всю страну в смертном грехе. А вы говорите, ничего такого? А то, что он там описывает, что его матери было там 16 лет, а папе 40, и они там, значит, где-то по кустам, значит, бегали. Это нормально? И это, конечно, было очень печально. Мишулина вспоминали не как гениального артиста, а как слабого мужчину, который мало того, что изменял жене, да ещё скрывал от всех внебрачного ребёнка. Спартак, наверное, рассмеялся, узнав, сколько появилось у него после смерти по всей стране этих детей и сказал, что «Ах, вот видишь, вот даже в этом я талантлив. Сколько про меня сочиняет всего после моего ухода». Боже мой! Маргарита Ивановна! Чего у тебя? Если вы её бить собираетесь, я вам этого не советую, вы здесь не прописаны. Талант у актёра был редкий. Он был замечательным театральным актёром. И очень жаль, что немного снимался в кино. Мишулин мог бы сыграть гораздо больше. И эти герои врезались бы в память. Скажи, не собирается ли синематограф обратиться к жизни Каманчей? У меня есть потрясающий сюжет. Начало его пути к невероятной славе было похоже на приключенческий роман. Он сидел, у него была судимость. Конечно, жизнь у него была... Ну, я бы врагу не пожелала бы такой жизни. Мишулин организовал любительский театр. Сам ставил спектакли и играл в них главные роли. Однажды для освещения сцены ему понадобились лампочки. И он выкрутил их в местном доме культуры. Он должен был выживать. Он ведь, в общем-то, ну, что это за ерунда? Лампочки своровал, еще что-то. Это же все для спектакля. Но следующая провинность стоила ему свободы. Спартак увлекся сочинительством. Бумаги не было, поэтому он украл книжку из библиотеки и писал прямо на вырванной из нее странице с изображением вождя. За решеткой Мишулин провел три года и мог погибнуть во время тяжелых работ, которыми нагружали заключенных. Однажды он заснул в поле, и на него наехал трактор. Травмы были очень тяжелыми. Он не подавал признаков жизни. Его отправили в морг. Он просто, наверное, пошевелился. Работник морга, естественно, рухнул в оморок. Но папа говорит, это меня спасло, потому что тут же на операционный столб. После лечения Мишулин стал помогать другим заключенным. Воровал для них муку в пищеблоке. В лагере в основном сидели политзаключенные. И поэтому папе было их жалко. И он начал им немножко, так скажем, подворовываться, чтобы они ели. Его опять на этом поймали. И уже добавили срок более серьезный. Когда Мишулин стал уже знаменитым артистом, он не любил разговоров о своем тюремном прошлом. И никогда не имел претензий к советской власти, которая бросила его на нары. Я как-то пошутил, я говорю, Аспартак, у вас такая жизнь, вам надо роман писать. Он говорит, не надо, не надо. Я не хочу, чтобы обо мне все знали. А вот его подруга Ольга Аросева кляла Сталина еще задолго до перестройки. Она ненавидела вождя народов. Пережила все плохое, что было в нашей стране, и все осталось на моем доме. И 37-й год, и война, и голод, и аресты, и все, что хотите. Арестовали и расстреляли мачеху Ольги. Потом дали 10 лет лагерей ее отцу. И она написала Сталину, убежденная в том, что вождь ничего не знает, и надо просто сообщить ему о страшной ошибке. Я написала, что отец мой не виноват. И с пионерским приветом, опять-таки, Оля Аросева. И, как ни странно, я получила ответ. Я получила ответ не от него, конечно, а получила ответ из этой конторы, что дело назначено к пересмотру. Но, как я сейчас понимаю, его уже не было в живых. Но Мишулин ее умолял. Не надо давать таких интервью. Лучше молчать. Времена уже другие, но это все равно не нужно. О Мишулине был страх. Вот он, я думаю, поэтому много и не договаривал. После тюрьмы Мишулин попытался поступить в ГИТИС по протекции дяди. Но председатель комиссии Борис Захава строго заявил, что Спартак – бездарность. Самое интересное, что спустя 10 лет этот же Захава, не зная вообще, кто такой папа, да, образно, когда папа приехал с гастролями Омского театра, он про него написал совершенно сумасшедшую статью. Он какой прекрасный, великолепный артист. Что ты мне говори? Женитьба – великая вещь. Вы с нами согласны? Да, это классно. У пана-директора в кабачке была бурная личная жизнь. Но в жизни Мишулин был не такой и к женщинам относился с большой осторожностью. Звучая моногамно, конечно, привязчивый. Первой супругой артиста стала актриса Римма Солнцева. Они познакомились во время работы Мишулина в Калининском театре в Твери. Римма поехала вслед за мужем в Омск, тоже работала с ним там в драматическом театре. Детей в этом браке не было. И расстались они без трагедий. Эх семейная жизнь не сложилась, они разошлись и, в общем-то, разошлись по-доброму, по-хорошему. Первое короткое появление Спартака на экране. Он только-только перебрался в Москву. Увидев его во время гастролей Омского драматического театра в столице, актеру предложили работу главные режиссеры трех московских театров. И он выбрал театр сатирой. Это было абсолютно стопроцентное попадание, потому что он был создан именно для этого театра, для этой системы и так далее. Потому что актерство судьба какая. Нужно, чтобы тебя влюбил. Сначала понравился режиссеру и начальнику, а потом самое главное, чтобы этот начальник и вдруг в тебя влюбился. Андрей Миронов, Анатолий Попанов, Татьяна Пельцер, Вера Васильева, Александр Ширвиндт, Михаил Державин, Ольга Росева, Спартак Мишулин. Созвездие Плучик собрал невероятное. Мишулин очень нравился публике и бесконечно выдумывал трюки, которые вызывали громкий смех и бурные аплодисменты. Для спектакля «Ревизор» он своими руками делал съедобный реквизит. Когда у него сцена с Христоковым, он был с сигарой. И когда он у него просит деньги, начинает у него то, что играл Миронов Андрей Александрович, и вот эта сцена, когда он у него говорит, дайте денег, дайте денег, и он от страха съедал под гром аплодисментов, съедал эту сигару, которую он сам перед каждым спектаклем лепил из черного, из мякиша, из черного хлеба. В скетч-шоу «Кабачок-13 стульев» участвовало 13 артистов театра «Сатир». И все они были очень довольны. Это был отличный заработок и невероятный бонус в виде обожания миллионов граждан. Покойный Плучик ненавидел эту передачу всеми фибрами. И он, конечно, был, в общем, где-то прав. Почему? Потому что я почему-то вспомнил «Чернота». Вот шел замечательный спектакль, бег к нему, да? Выходил «Чернота», все орали «Пан Директор». И это ужасно, потому что пересилить эту узнаваемость было очень трудно. Главный режиссер театра «Сатиры» считал «Кабачок-13 стульев» низкопробным искусством. Говорил, что актеры, с которыми он так много занимался, деградируют. И потом нормальных ролей в театре играть не смогут. Мы застампуемся, мы будем неживые. Для театра это не годится. Плучик мечтал, чтобы программу закрыли. Но «Кабачок» очень нравился Брежневу. И когда польские песенки и шутки однажды пропали с экранов, на телевидении тут же позвонил помощник генсека. От него позвонили Лапину, говорят, где Леонид Ильич интересует. И тут же было возобновлено это дело и пошло. Москва, 21 июля 2005 года. На сцене возле гроба стоял почетный караул из артистов театра «Сатиры». И у многих на глазах были слезы. Мы поменялись, и я, в числе других молодых артистов, тоже встал. И вот когда я встал рядом с ним, я посмотрел и заплакал. Потому что что-то всколыхнулось такое во мне. Спартак Мишулин выходил на эту сцену почти полвека. И его любила вся труппа. Что большая редкость для театральных коллективов, где всегда кипят феерические интриги. И мы просто в голос мы разрыгдались. И просто вот такая истерика какая-то. Даже сдержать ее невозможно было. Реплики Саида после премьеры «Белого солнца пустыни» сразу ушли в народ. Не говори никому. Не надо. Я еще до конца кино не понял. Я немножко, я более характерный. Главный режиссер театра сатиры Валентин Плучик был против того, чтобы его артисты снимались в кино. Разрешал он это делать только Андрею Миронову и Анатолию Попанову. А вот Мишулин не надо. Главная сцена. Поэтому Спартак снимался тайно. Чтобы скрыть лысину, носил парик. И однажды случайно снял перед Плучиком шляпу вместе с волосами. Плучик посмеялся, сказал, что у Мотыля можно. Это был его любимый режиссер. Знаменитую сцену с закапыванием в песок снимали три дня. Съемочная группа заваливала артиста по самую шею. Было плюс 50. И Мишулина оставляли в песке, когда съемочная группа уходила обедать. Спартак, мы тебя не сможем откапывать. Это очень долго. И потом опять закапываешь. Мы поедем в буфет, покушаем. А ты здесь побудь. Ползые змеи, садились птицы ему на голову. Эти пески, этой живности там полно. А май месяц, они опасные, там кусаете таранто, скорпион. Он часто выступал с этим номером на своих концертах. И сам был дважды женат на лицах женского пола. А на других лицах женского пола вы не были женаты? Никогда. А справочки есть? Первый раз Мишулин женился на актрисе Риме Солнцевой. А во второй раз отправился в ЗАГС, когда ему было уже за 40. Мишулин снимался в телецентре Останкино в кабачке «13 стульев». И на красивую девушку обратил внимание в курилке. Валентине он тоже показался симпатичным мужчиной. Сходили в кафе, вспыхнули чувства. Ну и буквально там, может быть, через месяц общения папа ей сказал, что «Валя, поскольку я человек честный, я не могу тебя обманывать, я связан с другой женщиной долгом. Я обещала на ней жениться». А что мама сказала «Спартак, любовница, я не буду никогда, поэтому до свидания». И они расстались. За это время эта женщина изменила папе с его товарищем из театра. Мишулин тут же позвонил Валентине, и вскоре они стали вместе жить. Но в ЗАГСе оказались только через пару лет. А в 79-м у них родилась дочь Карина. Мишулину было уже 53 года. Вот как я родилась, папа меня взял на руки в роддоме. И, в общем, до своей смерти, можно сказать, меня не отпускал. Это просто, ну, патологическая любовь отца к дочери. «Спартак» очень хотел, чтобы дочь стала актрисой. В первый раз она вышла на сцену театра «Сатиры» в 4 года. А с 13 лет даже получала там зарплату. «Она играет давно, уже 4-х лет, в ней трудовой договор, так что насчет пенсии у нее все обеспечено». «Привет! Можно мне здесь на минутку приземлиться?» Спартак Мишулин говорил, что главной ролью в жизни считает Карлсона. В образе пузатого персонажа с пропеллером он выходил на сцену театра «Сатиры» более двух с половиной тысяч раз. Он говорит, а? Он говорит, ты-тра-та-та-та-та-та. Он говорит, а? Он говорит, ты-тра-та-та-та-та-та. Он такой, а? Ну, или что-то такое. И дети катались, он мог это делать. Это были одни из самых любимых моментов у детей, потому что они смеялись на минуты 4. Но Плучик не сразу предложил эту роль Спартаку Мишулину. Сначала репетировал с Высаковским, потом с Долинским. И уже дни из 18-го премьеры вызывает Плучик «Давай спасай». Он снял всех этих актеров. Ну, я был материальный, конечно. Я пошел по Астре Тлингрену, и вот, слава богу, получился. В 1971 году по спектаклю сняли телевизионный фильм. И Мишулин стал главным другом всех детей Советского Союза. Я уже не надеялась, что ты прилетишь. А ты должен надеяться, ты всегда должен надеяться, что я прилечу. Персонаж в исполнении Мишулина был не только смешным, но и очень трогательным. Всем было жаль этого толстого, очень одинокого человека. Что-то меня поражало. Эти детские глаза. В пожилом возрасте Мишулин и в жизни стал походить на своего любимого персонажа. Он носил огромную жилетку с карманами, которая делала и его фигуру, как у в меру упитанного Карлсона, мужчины в самом расцвете сил. Телефон, блокнотик, роль, чего только не было. И даже какая-то коробочка с какими-то конфетками. То есть он все на себе носил, как Карлсон. Если водки море, а тебе не глотка, это как? В фильме «Чертов пьяницы» Мишулин снялся в 1990 году, когда до развала Советского Союза оставалось всего несколько месяцев. А, давай выпьем? Давай. Это, знаете, невысокое искусство. Нехорошо, конечно, такое говорить. Но какая-то современная история про пьяницу и про его девушку, женщину. Мишулину на съемках было неловко. Дурацкий сценарий, пошлые шутки. Режиссер не ставит задач. Все идет самотеком. Маститого актера никто ни о чем не спрашивает. Все кажется дешевым балаганом. Мы с ним идем после съемки, съемочного дня, идем, молчим. Но я понимаю, думаем об одном и том, что он говорит мне. Ты знаешь, наверное, надо довериться. Мы поняли, что мы на свою сторону не перетянем. Вот, доверимся. Это было время, когда кино снимали очень мало, а театры были пустыми. И Мишулин согласился на эту роль исключительно ради денег. Он еще много работал и готов был зарабатывать бесконечно, чтобы окружить, чтобы девочка была принцессой, чтобы она имела все. Ради благополучия дочки он даже был готов пойти работать в ларек, торговать по ночам сигаретами и водкой. И ходила легенда, что так и было. Но, к счастью, дело до ларька не дошло. Мишулин ездил по стране и давал по четыре концерта в день. Билет на такие стоил копейки. Иногда он играл, спектакль в ночь улетал, утром снимался, вечером возвращался, прилетал на спектакль. Это вообще мало кто мог выдержать. А так деньги все нужны, деньги. В 90-е сгорела любимая дача актера. И это был для него настоящий удар. Он так любил ее, так долго зарабатывал на то, чтобы построить. Дико был расстроен, когда сгорела дача. Он просто не мог репетировать. Все-таки казалось ему, что это какое-то испытание. За что он все время только говорил? За что? За что? Его пандиректор – циничный мужчина, который имеет придурковатый вид, но может надуть и обхитрить любого. Кто эти две змеи? Это не две змеи, моя радость. Это две сотрудницы моего, нашего, вашего, треста. А Мишулин был совсем другим. Простодушным, во многом наивным. Не умевшим включать звезду. Гонорары у него были небольшие, и он не мог потребовать больше. Часто выступал вообще бесплатно. В начале нулевых ему стало сложно играть в спектаклях. В антрактах он не мог отдышаться и держался за сердце. И в 2002-м попал с сердечным приступом в больницу. Сердечко давало часто сбои. Он это знал, только скрывал. Он никогда никому не показывал. Серьезно заняться здоровьем Мишулин не хотел. Обследование его удалось уговорить пройти только в 2005-м. И врачи сказали, что нужно сделать аортокоронарное шунтирование. Иначе может случиться внезапная и роковая остановка сердца. Сердечный клапан, он закаллицинировался полностью. И как нам объяснили, что он может оторваться в любой момент. А это очень мучительная, страшная смерть. Вот. И поэтому нас, в общем, как-то убедили. Незадолго до операции Мишулин полетел на гастроли вместе с театром сатиры в Читу. И делился с коллегами, что ему придется лечь в больницу. Нам говорил, он говорит, да зачем? Говорит, да я хочу вот как ТО сделать. Я почему-то мне очень хорошо это запомнилось, но когда-нибудь с машинами связано. Он говорит, ну просто проверится, пока лето, пока отпуск. Москва. 12 июля 2005 года. Перед операцией Мишулин чувствовал себя спокойно. Врачи говорили, что аортокоронарное шунтирование – это рутинная операция, поставленная уже на поток. И нам сказали, он утром будет в палате. То есть вы можете уже приехать, он утром будет в палате. 13 июля актеру сделали операцию. Она прошла хорошо. Но 17 июля он тихо ушел во сне. Самое страшное, после того, как я узнал, что его не стало, это реакция ребенка, сын нашего бухгалтера. Она говорит, я была в воскресенье, значит, на кухне, а перед этим он посмотрел Карлсон в сезоне. И вдруг она услышала крик, детский крик ребенка своего. «У меня умер Карлсон». Похоронили артиста на престижном Ваганьковском кладбище. Спустя несколько лет на его могиле появился красивый памятник. Мишулин – явление. Это не просто так артист, не просто друг, не просто заводной человек, не просто, значит, очень остроумный. Он явление с точки зрения физиологии. Такой комплекс, физиологический комплекс актерской полноценности. Телебитвы Карины и Тимура Еремеева, которые начались в 2017 году, превратились в бесконечную мыльную оперу. Она вела себя очень эмоционально. Она буквально кидалась на всех, оскорбляла. Она, понимаете, она настолько взрывная, что, я бы сказала так, уши не слышат, что говорит язык. От всех переживаний у вдовы Мишулина случился инсульт. И Карина считала, что должна отомстить человеку, который испортил последние годы жизни мамы. Ведь она бесконечно верила мужу и очень его любила. Она пожилой человек, она жила в памяти отца. До сих пор этим живет. Она безумно его любила, для нее он святой. И вдруг приходят какие-то люди, грязными ногами, без спроса. В одной из многочисленных программ были представлены результаты ДНК-теста, который доказал, что Тимур Еремеев – родственник Спартака Мишулина. Мы сейчас, слава богу, в судах все выиграли. Эти люди не имеют юридически к нам никакого отношения. Знал бы Мишулин, как будут трепать его имя. И что все его знакомые разделятся на две половины. Одни отрицали факт наличия внебрачного ребенка, а другие в это верили и представляли доказательства. Художный руководитель театра, где работала Карина Мишулин, мне сказал, что она несет. Все знают, что у Спартака сын. Все знают. Он постоянно в театре шевал. Виктория Лазич вспомнила, что как-то Мишулин попросил ее купить за границей костюм для первоклассника. И она привезла ему еще дорогой парфюм. Туалетную воду актер забрал. А костюм для мальчика попросил временно подержать у себя. Он говорит, я в гости потом пойду. Я сейчас, когда должен в гости друзьям пойти, я сейчас зайду и заберу. Он сразу не взял его. Карина после множества скандалов предложила Тимуру встретиться без телекамер. Он подумал, что она хочет зарыть топор войны. Мило пообщались в ресторане. Был еще муж Карины. Но оказалось, что все это мероприятие было затеяно для того, чтобы отправить на экспертизу палочки, которыми ел самозванец. Бросцы ДНК были получены незаконным способом, то есть без согласия лица. Поэтому в данном случае у нас в силу нашего российского законодательства все доказательства, которые получены незаконным способом, не имеют никакой юридической силы. А результат экспертизы вновь оказался положительным. И доказал, что Тимур – родственник Мишулина. Но Карина смогла через суд добиться того, что он не будет больше называть себя его сыном. То, что они сделали это страшно, то, что они превратили мою маму в инвалида, то, что они растоптали память великого и святого человека ради выгоды должности на канале в очень спорной передаче, ну, у всех свои ценности. В 2019-м объявился неизвестный внук Спартака Мишулина. Но Эдуард Сорокин уже не имел такого успеха, как Тимур Еремеев. Эти шоу всем надоели. И хочется, чтобы имя Мишулина вспоминали с огромной благодарностью за то, что он делал на сцене и в кино. Его удивительных героев и все сплетни о личной жизни актера были забыты. Взрослые, вечно занятые взрослые. Вот вспомните, у вас у всех был свой колокольчик. Вы слышите нас? Откройте окна. Откройте нас, чтобы я мог лететь каждому из вас. Субтитры создавал DimaTorzok